За время правления нацистов в Европе действовало более 40 тысяч концлагерей, их филиалов и гетто. Многие заключенные не выдерживали там и месяца. Люди умирали от каторжного труда и болезней, становились жертвами медицинских экспериментов. Их душили газом в камерах, а дальше буквально разбирали тело на части. Из кожи делали абажуры и дамские перчатки, из волос подушки и офицерские мундиры. Из человеческого жира варили мыло. Сегодня в самом центре Европы снова полыхает война. Людей пытают, насилуют, зверски убивают. Строят концлагеря, которые называют фильтрационными. Давайте сегодня вспомним историю одного из самых страшных лагерей смерти Второй мировой войны Аушвиц-Беркенау. Вспомним о тех, кто его освободил и о тех, кто там погиб. Небольшой городок Траундштайн. Здесь, на месте соляных шахт, во время Первой мировой войны, работал концентрационный лагерь для русских и французских пленных. И именно сюда, в феврале 19-го года, прибыл ефрейтор Адольф Гитлер для того, чтобы поступить на службу в концлагерь. Его приняли, и он стал одним из охранников. Этот факт малоизвестен, но Гитлер действительно добровольно вызвался быть охранником в концлагере. Он прослужил месяц до тех пор, пока пленных не отпустили. Но судя по тому, что произошло дальше, опыта он набрался. Нюрнберг. Территория Циполин. Именно здесь национал-социалисты проводили свои съезды. Здесь были приняты печально известные расовые законы, разделившие для них мир на высшие и низшие расы. Отсюда начинался нацизм. Меньше чем через три месяца, после назначения Гитлера канцлером, неподалеко от Мюнхена, начал принимать узников первый концлагерь нацистов Дахау. Всего в Европе таких фабрик смерти было до 15 тысяч. Самый большой и страшный Аушвиц, комендант Рудольф Хёс, развернул в мае-июне 1940-го около польского городка Освенцим. Его первыми заключенными стали поляки, а после нападения на СССР тысячи советских военнопленных. Первая партия на уничтожение прибыла уже через месяц после нападения Германии на СССР. Это были советские политработники. Их расстреляли во дворе блока номер 11. Каждый день сюда привозили все больше людей. Расстрелы производились уже и в карьере, за территорией лагеря. Нацисты лихорадочно искали новый способ массового уничтожения. Кормить пленных здесь считали расточительством. Комендант лагеря Рудольф Хёс вспоминал. Дорогой их не снабжали продовольствием. Во время остановок просто отводили на окрестные поля, и там они сжирали, как скот, все, что можно было. Они стали животными, бродившими в поисках корма. Решение предложил заместитель коменданта лагеря Карл Фридж. Задушить узников в 11-м блоке ядовитым веществом циклон-Б, которым в бараках травили насекомых. Тестовую казнь назначили на 3 сентября 1941 года. 600 советских пленных и 250-200 поляков закрыли все окна и наглухо присыпали их землей. Далее рассыпали гранулы газа «Циклон-Б». Люди умирали в подвалах 11-го блока двое суток. Следующий эксперимент провели в бывшем овощехранилище. Туда загнали 900 советских пленных. Гранулы с газом засыпали сквозь дыры в потолке. Люди умерли через 20 минут. Между тем коменданту поступил очередной приказ силами пленных создать рядом второй лагерь – Аушвиц-Биркинау – на 200 тысяч заключенных. Только во время его строительства погибло почти 10 тысяч человек. Хорошо отработав технику уничтожения людей, нацисты принялись за «окончательное решение еврейского вопроса». Так они это назвали. Людей привозили в Освенцим под предлогом переселения. Делили на три группы. Первая – способная работать. Вторая – испытуемая для медицинских экспериментов. Их регистрировали и ставили на руку номер. Третья – женщины с детьми, беременные, инвалиды, старики. Их отправляли в баню. На самом деле – на казнь. В первую очередь должны пострадать дети. Родители видели этот ужас и видели, как ребенок страдает от действия синильной кислоты. Те изменения, которые вызывает синильная кислота в организме, очень болезненны. Иногда они не приводят к мгновенной смерти. И тогда человек испытывает очень тяжелое страдание. У погибших забирали все ценности. Срезали с тел перстни и серьги, вырывали золотые зубы, стригли волосы. Все это доставляли на склады и отправляли в Германию. А тела сжигали. В ямах и в крематориях. Начнется ветер на лагере. Дышать нечем было. Представляешь? Дым такой едкий, ужас. Черный. Это страшно. Раз в несколько недель печи останавливали и выгружали пепел. Его складывали вот в эти ямы. Он тоже не пропадал. Нам привозили минудобрения разбрасывать. Набираем ведра, разбрасываем. А что же за удобрение? Что оно колючее такое? Присмотрелись, это косточки не перегоревшие. Это из крематория зола, из печи. Прах человеческий. А мы его по полю разбрасываем. А оно руки тебе колет. Боже, какой был испуг. Страшнее газовой камеры было попасть в руки Йозефа Менгеля, которого называли доктор смерть. Испытуемые умирали в страшных мучениях. Специализацией самого Менгеля были эксперименты с карликами, близнецами и детьми. Сестры Татьяны Фомина и Валентина Сморчкова были среди подопытных доктора смерть. Над нами делали эксперименты. У нас постоянно брали кровь. И после того, когда кровь берут, делали уколы. Делали нам почему-то вот сюда, вот в грудь. Что именно вводили детям, неизвестно до сих пор. Но уколы в грудь можно было терпеть, говорят женщины. Другим, преимущественно кориглазым, Менгеля колол пигмент в глаза. Хотел изменить их цвет на голубой, арийский. Дети теряли зрение и умирали в муках. Многие на руках у заключенной Александры Грушко. Был мальчик Никольский, 11 лет. Пришли ему, брали кровь. Потом ввели что-то, и он трое суток мучился, бедный, пока не умер. Как его корчило. Я смотрела на эти мучения. 27 января 1945 года войска 1-го украинского фронта освободили Освенцим. Накануне штурма на территории лагеря Аушвиц побывала группа разведчиков. Разрезали колючую проволоку. Вот в ночное время, это в 2 часа ночи. И мы зашли в лагерь. Ну, что им сказать. Это увидел, как там, страшилище. Я после того, что увидел в лагере освенцами почти недвижимых людей, начиная от крохотного ребеночка, вот, от 5 лет и постарше. Перед штурмом немцы успели взорвать крематории и вывезти из лагеря большую часть заключенных, бросив умирать больных. Среди них была и Александра Грушко. Девушка не поверила глазам, когда увидела освободителей. Вошли танки, а потом уже солдаты вошли. Подскочил к нам молодой парень. Мы ему целовали ноги, сапоги целовали. Они плакали. Мужчины плакали, как дети. По официальным данным, в освенцаме было убито 1,4 млн человек. Но большинство уничтожали даже без регистрации, поэтому комендант Хёст называл другую цифру 2,5 млн. Аушвиц, Бухенвальд, Цебебор, Требленко, Флоссенбург, Майданек. 15 тысяч концлагерей и филиалов. Начались не с расстрелов, газовых камер или крематориев. Пропаганда, нацизм, ксенофобия, популизм, ненависть, насилие. Вот что было в начале. Здесь, в польском городке Освенцим, где бережно хранят историю, проходит очень чёткая граница между любовью к своему народу и ненавистью к другим. Как предупреждение, что технологии Аушвицца могут быть применены где угодно, когда угодно, пока в мире живёт нацизм. Я расскажу, вот правда, когда мы раньше, как журналисты, снимали сюжеты о зверствах нацистов. Ведь, собственно, сейчас, вот когда Ян в этом материале рассказывал о зверствах нацистов во время Второй мировой, обо всех этих концлагерях, об издевательствах, о братских могилах, ведь представить не могли, что всё это придётся говорить сейчас, в настоящем времени. Казалось, всё это осталось в середине XX века, это не может повториться.